Что происходит с Павлом Дуровым прямо сейчас и как это отразится на наших переписках в Телеграме? Почему индекс Мосбиржи после многих дней падения вдруг резко подскочил наверх? Какую роль в этом сыграли свежие отчеты компании? И зачем банкам блокировать наши переводы между своими же счетами? Друзья, об этом, обо всем. Мы с вами в ближайшие минуты поговорим. С вами, как всегда, Кира Югтенко. Я вас приветствую. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Перед тем, как мы стартуем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто регулярно нас смотрит, лайкает, пишет комменты. Если вам нравится наша работа, то, собственно, продолжайте это делать. Но если вы еще не подписаны на InvestFuture, то подписывайтесь и на YouTube, и во Вконтакте, и на Routube. Все ссылочки на другие платформы вы найдете в описании к этому видео. Присоединяйтесь. Друзья, ну что ж, начну я сегодня с темы, которая в эти выходные взорвала буквально все информационное пространство, причем не только российское. Это, конечно же, задержание основателя Вконтакте и Телеграм Павла Дурова, которое произошло во Франции. Вот буквально перед самой записью этого видео парижская прокуратура сообщила, что его подозревают в совершении аж 12 преступлений, ну, например, в соучастии в распространении наркотиков и хранении запрещенного контента с несовершеннолетними, ну, а также в мошенничестве и киберпреступлениях. Конечно, список впечатляющий. И при этом сам бизнесмен все это, вероятно, не совершал, да, своими руками, но это совершали некие люди, которые для своих целей использовали Телеграм, благодаря его высокой зашифрованности. Ну, а Дуров просто якобы не стал помогать местным властям с этими самыми злоумышленниками бороться. Ну, то есть не предоставил им ключи шифрования от своей платформы. По данным экспертов в СМИ, по всем обвинениям Павлу Дурову может грозить аж до 20 лет тюрьмы, пока он остается под арестом, срок которого истекает 28 августа. Естественно, вокруг этого события сразу же появилось множество конспирологических теорий. Мы с вами их разбирать не будем, но лучше попробуем понять, что ждет Телеграм на фоне серьезных проблем у его основателя. Ну, все-таки у социальной сети почти миллиард пользователей по всему миру, ну, а для многих компаний это важнейший бизнес-инструмент, ну, а значит, и затронуть это может огромное количество людей. Справедливости ради кое-кто уже серьезно пострадал, но в первую очередь это криптоинвесторы, которые держали крупные суммы в тонкоине. Сразу же после новостей о задержании Дурова он обрушился более чем на 20%. За ним упала и монета Notcoin, которая также создана на блокчейне Tone. Теряются в цене также и облигации Телеграм, которые были выпущены в марте этого года. Ну, и, кстати, один из пунктов, известных на данный момент претензий Парижа к Дурову, он как раз-таки связан с криптовалютами, ну, а точнее с функциями Телеграма, которые позволяют их пересылать. Ну, якобы этим вовсю пользуются разнообразные криминальные элементы. Но тут вопрос, конечно, возникает, что с самим мессенджером-то будет? Ну, и версий, на самом деле, очень много. Некоторые каналы утверждают, что у команды Дурова был план на случай такого сценария. Сама администрация Телеграма выступила с заявлением, что компания соблюдает все законы Евросоюза, в том числе о цифровых услугах, и ждет скорейшего разрешения этой ситуации. Кстати, многие эксперты считают, что в работе сервиса в принципе не должно что-то поменяться. По их мнению, Дуров может согласиться на некоторые требования Франции просто в обмен на свободу. Но, правда, непонятно пока, что это будут за требования. При этом некоторые уверены, что даже в случае отказа Павла от сотрудничества мессенджер работать продолжит, потому что его команда довольно автономна, ну, а востребованность у Телеграма в мире, конечно, очень высокая. Еще вариант, у проекта может появиться новый лидер, который временно заменит отсутствующего основателя. Но в то же время мы все мало что знаем о внутренней кухне компании Дурова. Одновременно с мнением об автономности его команды, другие утверждают, что бизнесмен лично руководил всеми процессами, причем занимался этим ежедневно, и без него все может полететь вот прямо в тар-тарары. Ну и к тому же Дуров это такой мощный магнит для инвесторов, и, собственно, где команде брать деньги на развитие продукта без него, да? Это тоже не совсем понятно. Облигации Телеграма, как я говорила, дешевеют, ну а IPO, о котором в последнее время было много разговоров, как минимум откладывается. Ну, в любом случае, многие сейчас надеются на скорейший выход Павла на свободу. Поддержку ему выразили огромное количество известных россиян, в том числе политиков и многие инфлюенсеры за рубежом. Ну, например, журналиста Такер Карлсон, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший и бизнесмен Илон Маск. В Москве у посольства Франции прошла акция в поддержку Дурова, ну а по социальным сетям разлетелся хэштег «фри Павел», который подхватили миллионы интернет-пользователей по всему миру, ну а многие даже пошли атаковать аккаунты президента Франции Макрона. Слишком уж много вопросов к самому задержанию бизнесмена. Ну, как минимум, по законам Евросоюза, если у властей претензии к социальной сети, она несет ответственность только как юридическое лицо, и наказывать ее могут только экономическими, соответственно, санкциями. Но здесь мы видим, что подход другой. Ну, кто знает, возможно, такая реакция во всем мире вынудит французские власти отпустить Павла хотя бы под залог, но тем более, что сам Телеграм может поднять большую волну разбирательств о свободе слова в социальных сетях, которые многие с удовольствием, я думаю, что подхватят. И да, чуть не забыла еще про важную деталь. После задержания Дурова в его мессенджере активизировались мошенники, которые решили на этом подзаработать. Они что делают? Они пишут или звонят пользователям под видом службы поддержки Телеграма и предлагают якобы спасти свои личные данные, перенеся их на безопасный, в кавычках, конечно же, ресурс. Отправляют жертве ссылку для заполнения данных для входа и в итоге просто получают доступ к чужому аккаунту. Так что вы, друзья, пожалуйста, будьте осторожны. Это все, конечно же, развод. А мошенники отлично освоили ситуативный маркетинг. Ну и, кстати, напишите в комментариях, что лично вы думаете про задержание Дурова и как, по-вашему, теперь сложится судьба Телеграма. Тема такая довольно важная. Так что давайте ее пообсуждаем. Как это обычно бывает, за яркими новостями совсем незаметно проходят не такие громкие, но при этом не менее важные события. Вот совсем недавно Соцфонд России поделился свежей статистикой по пенсионным выплатам. И оказалось, что неработающие пенсионеры сейчас в среднем получают по 23 400 рублей в месяц. Но у тех, кто работает, выплата вообще составляет всего лишь 18 600 рублей. Это официальная статистика. Если вы не хотите работать до глубокой старости и при этом вам трудно представить свою жизнь на скромные 20 с небольшим тысяч, то, друзья, приложить усилия придется прямо сейчас. Причем буквально вот с этого самого дня. Потому что я уже давно говорю и продолжаю говорить, что чем раньше вы задумаетесь о формировании личных пенсионных накоплений, например, в недвижимость, ценные бумаги, что-то другое, тем лучше будет ваш итоговый результат. Это ситуация, в которой время работает на нас с вами. Если вам удается откладывать зарплаты по 5-10 тысяч рублей в месяц, то это уже отличный старт. Но чтобы ситуацию улучшить, я рекомендую вам рассматривать дополнительные возможности. Особенно, если у вас есть немножко свободного времени. Ну, например, открытый урок от команды Neuroboost, на который я вас периодически приглашаю, это как раз такая возможность. Это реальный шанс прокачать востребованные навыки и начать зарабатывать в онлайне. Ответственные и мотивированные ребята уже в первый месяц выходят на дополнительный доход от 50 тысяч рублей в месяц. При этом Neuroboost не обещает вам какую-то волшебную таблетку, но помогает освоить ценные современные навыки, которые позволят получать ощутимый дополнительный доход. И вы, друзья, можете это сделать благодаря проверенному плану действий и лайфхакам, которыми с вами делится эксперт Neuroboost. Запись на открытый урок доступна по QR-коду на вашем экране или по ссылочке в описании к этому ролику. Так что дерзайте и хороших вам заказов. Ну, а мы с вами пока переходим к новостям фондового рынка. И вот тут мне, наконец-то, есть чем вас порадовать. 26 августа индекс Мосбиржи показал самый заметный рост за очень долгое время. Днем он прибавлял более 4%. И я, честно говоря, даже не помню, когда в последний раз я видела такой заметный внутри дневной подъем индекса. Вот, кажется, нужно было арестовать Дурова для того, чтобы Мосбиржа наконец-то ожила. Но мы видим, что позеленели почти все акции, но особенно заметно прибавили голубые фишки. Ну, например, акции Новотека в плюсе аж на 8,5%. Ну, а бумаги Газпрома более чем на 7. В чем причина такого неожиданного роста, все-таки, если говорить серьезно, после почти 10 дней снижения подряд? Ну, с одной стороны, рынок в понедельник неплохо поддерживали цены на нефть. Сорт-бренд впервые в середине августа торговался выше 81 доллара за бочку. И причина – решение правительства восточной части Ливии прекратить добычу и экспорт нефти. Это все из-за того, что власти западной части страны попытались сменить руководство местного центрального банка. Выдаваться в подробности политического устройства Ливии я сейчас не буду, но скажу лишь, что она входит в топ-10 по запасам и в топ-20 по экспорту нефти в мире. Так что проблемы с поставками из этой страны оказывают большое влияние на глобальный рынок. С другой стороны, рост индекса Мосбиржи могло поддержать ослабление российской валюты. На межбанкском рынке в понедельник доллар там торговался выше 92 рублей, ну а евро выше 103. Правда, на биржевых торгах рубль тем временем, наоборот, у нас подорожал к юаню примерно на 1,5%, между прочим, до максимума за последний месяц. И это, кстати, еще раз показывает, что курсы рубля на бирже и за ее пределами начинают жить абсолютно своей жизнью. Однако простого роста цен на нефть и слабого рубля точно недостаточно для того, чтобы наш рынок так в одночасье оживился. Но хотя позитива это, конечно, и добавило. Поэтому главную причину роста индекса на 4% мы с командой видим в новости от ЦБ, которая вышла в эту субботу. И вот тут довольно любопытно. Дело в том, что регулятор закрыл лазейку по переводу российских бумаг, грубо говоря, купленных за рубежом в российский контур. Речь идет об активах, которые были приобретены после 1 марта 2022 года, где в цепочке хранения присутствуют нерезиденты из недружественных стран. Эти бумаги по указу президента поместили в так называемый карантин. Ну, то есть брокеры должны их обособить, а сделки с ними можно проводить только после получения специального, соответственно, на то разрешения. Но в этом указе осталась одна такая брешь, которой, видимо, активно пользовались отдельные участники рынка, потому что там ничего не говорилось о счетах доверительного управления. И вот поэтому оставалось возможность покупать российские бумаги со скидкой у нерезидентов, переводить их в нашу инфраструктуру и продавать уже по рыночной цене. Но вот теперь брокеры обязаны обособлять все подобные активы и продать их без разрешения прав комиссии будет, соответственно, нельзя. Лазейка закрывается. Вы спросите, причем здесь все-таки взрывной рост рынка в понедельник? Во-первых, вся эта схема, судя по всему, оказывала давление на московскую биржу в последние дни. Нерезиденты через нее активно выходили как раз-таки из российских активов и тем самым создавали постоянно такой навес продавцов. Причем заметно падали именно голубые фишки, которые пользовались большой популярностью у иностранцев. Теперь, когда ЦБ закрыл лазейку, этот самый навес ликвидирован. Во-вторых, перевод российских бумаг из-за рубежа – это процесс небыстрый. И, скорее всего, те, кто промышлял подобными схемами, поспешили обезопасить себя от возможной волатильности на рынке. И, возможно, такие темщики открывали на Мосбирже шорт по тем же бумагам, которые переводили в российский контур. Но в понедельник им просто пришлось закрыть все короткие позиции по любой цене. Собственно, вот и сказочке конец. Отсюда и взялся сегодняшний рост. Ну, какая бы ни была причина, а российским инвесторам этот отскок настроения точно приподнял. И особенно тем, кто получил свою акцию совершенно бесплатно. Я тут говорю об участниках финансовой эстафеты, которая проходит в наших телеграм-каналах. Я про нее много рассказываю, и много людей уже в ней приняли участие. И команда InvestHuture упорно трудится, чтобы каждый получил свой подарок на брокерский счет. Суммарно – это уже внушительная, кстати, цифра – почти 19 тысяч акций. На минуточку. Кстати, друзья, если ваш подарок вдруг задержался, вы не переживайте. Все в эстафете вам прислали сообщение с анкетой внутри. На всякий случай оставлю ее также в описании под этим видео. Вы можете заполнить эту форму, и мы вопросы оперативно решим. Да, у нас тут все максимально честно. Работает вы нам подписку, мы вам акции. Все прозрачно. Если вы впервые про нашу эстафету слышите, то скорее сканируйте QR-код на экране, или переходите по ссылочке в описании. Всего лишь за подписку на телеграм-канал, и вы можете получить в подарок акции российских компаний и другие классные призы. Как вы видите, мы верим, что с телеграмом все будет в порядке, как, собственно, и с российским фондовым рынком. Ну, а значит, самое время обзавестись перспективными бумагами. Тем более, что это можно сделать бесплатно, то есть даром. Что еще, кроме новостей от ЦБ, могло добавить позитива на Мосбиржу? На самом деле, вся эта история довольно удачно совпала с целой пачкой сильных финансовых отчетов сразу от нескольких компаний, и это, вероятно, рост их акций поддержало. Ну, например, об увеличении чистой прибыли за 7 месяцев рассказали ВТБ, Санкт-Петербург, Т-банк и МТС-банк. При этом у Совкомбанка и МКБ этот показатель довольно ощутимо просел, их бумаги отреагировали на эти новости снижением. Кроме некоторых банков, о росте доходов в понедельник рассказала и сама Московская биржа. Чистая прибыль площадки во втором квартале прибавила более 60% год к году. И особенно заметный плюс на фоне высокой ключевой ставки показал чистый процентный доход. Он увеличился почти в 2,5 раза. Однако, заметно подросли у Мосбиржи не только доходы, но и расходы, в основном за счет трат на персонал и маркетинг, ну а конкретно продвижение проекта финуслуги. На этом фоне динамика чистой прибыли оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков, но они все равно сохраняют позитивные прогнозы по бумагам Мосбиржи. Ну, все-таки это одна из немногих компаний, которая выигрывает от высокой ключевой ставки и может показывать сильные результаты в таких условиях. Кстати, инвесторы отчет Мосбиржи тоже оценили. Акции площадки в понедельник прибавили более 3%. Ну, а вот отчет МВидео рынку предсказуемо не понравился. Продавец электроники показал рекордный убыток за полугодие более 10 миллиардов рублей и это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. При этом продажи и выручка подросли на 13%, ну а долговая нагрузка достаточно ощутимо сократилась. Но акции компании все равно ушли в глубокий минус на растущем рынке. Ну и, собственно, причин для радости у акционеров МВидео действительно оказалось немного. Компания не может получить прибыль уже четвертый год подряд, но, собственно, капитал у нее отрицательный. Ну, то есть, своих денег нет, только, ну, соответственно, заемные. А их ведь как-то надо возвращать, что при таких ставках и отсутствии прибыли становится, конечно, такой довольно-таки сложной задачей, тем более, что конъюнктура на потребительском рынке тоже не в пользу компании сейчас работает. Покупательская активность и спрос снижаются на уровне ужесточения ДКП, брать кредиты людям тоже становится все сложнее, ну, в общем, пока непонятно, как именно МВидео собирается решать свои финансовые проблемы. Так что я бы рекомендовала быть с бумагами компании предельно аккуратными. Если что, с начала года они потеряли в цене уже более 20%. Друзья, ну и в конце выпуска я хотела бы с вами поговорить о новой проблеме, с которой может столкнуться каждый, у кого открыты счета в разных банках, и речь идет об операциях ми-ту-ми, то есть перевод себе же на счет в другом банке. В ЦБ рассказали, что отныне банки могут блокировать подобные отправления, если заподозрить, что как-то оно с деятельностью мошенников связано. И каким образом это будет выглядеть? Смотрите, недавно ЦБ представил шесть признаков мошеннических операций. Если перевод соответствует хотя бы одному из них, то его просто что? Приостанавливают, ну и, естественно, клиента уведомляют. В частности, банки должны быть уверены, что операция выполняется с согласия отправителя. Если клиент настаивает на ее совершении, то банк обязан удовлетворить его требования и провести, соответственно, перевод. Ну, в общем-то, новые неудобства это явно может доставить. Все мы уже привыкли к максимально быстрому перемещению своих средств. Ну, например, хотел перебросить деньги на карту, с которой списываются платежи по кредиту, ну, а операция встала на день или два. И в итоге что? В итоге просрочка. Ну, или еще более масштабные проблемы, если речь идет о том же, соответственно, бизнесе. Ну, а с другой стороны, эксперты говорят, что действительно бывают такие случаи, когда переводы ми-ту-ми используются мошенниками. Ну, например, когда они убеждают свою жертву собрать все свои деньги на одном счете и уже оттуда отправить им. Так что в каком-то смысле новые требования центра банка могут сохранить кому-то деньги. Другой вопрос, что одураченный мошенниками человек может запросто подтвердить операцию и банк будет обязан ее провести. В таком случае все эти усложнения идут на смарку, но хотя бы предупреждение о подозрительности своего перевода человек уж точно получит и, собственно, уже хорошо. Да, дело главное предупредить. При этом некоторые эксперты отмечают, что банки могут использовать новую фишку для своей выгоды. Ну, например, чтобы попробовать удержать клиента, который переводит все деньги на накопительный счет в другой кредитной организации, где для него выгоднее условия. Ну, в общем, споров вокруг новых правил разгорелось довольно-таки немало и неспроста. Кстати, напишите в комментариях, как вам эти требования центра банка, оправданы ли неудобства с переводами самому себе борьбой с мошенниками или это уже перебор. Давайте обсудим. И прежде чем попрощаться с вами на сегодня, хочу напомнить о нашей рубрике «Рынки», которая выходит по выходным. И вот в новом выпуске мы разобрали, что у нас происходит на рынке ритейла в России на фоне того, что инфляция растет, ключевая ставка высокая. И мы выяснили, какие компании в этом секторе чувствуют себя лучше остальных и как инвестор может на этом заработать. Причем в поле зрения не только крупные игроки, такие как «Магнит», «Талента» и «Х5», но и более мелкие компании. Ну, в общем, друзья, обязательно посмотрите, потому что получилось, как мне кажется, очень познавательно и достаточно глубоко. Ссылочка на выпуск в описании к этому видео вас ожидает. Вот можете прямо сразу после того, как новости, досмотрите, включить наш обзор ритейла. У меня на этом сегодня все. Я вас благодарю за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда «Инвестфьючер». Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok